всем добрый день дорогие друзья сегодня хочу вас познакомить с одной молодой семьей это молодая семья живет в красноярском крае мама ирина дочка анна и муж дима они снимают влоги семейные также снимают распаковки посылок с китая покупки и многое другое кулинарию она очень интересно снимает тоже поэтому пройдите посмотрите очень интересный канал молодая семья давайте поддержим и сейчас я вам их покажу вот дорогие друзья их ним канал мама ирина и детки и вот много тут разных влогов и ходят они по магазинам и ходят они в лес на природу все что можно снимать они все снимают так вот так вот наверно на выключи да на темный экран поэтому прошу прощения не знаю как переделать но тут папа у нас рукодельник тоже может много чего интересного сделать мама молодец очень активная очень интересный канал подпишитесь обязательно них давайте поддержим начинающие канала у них пока 356 подписчиков ссылочку я оставлю в описании на их канал и будем дружить я на них уже кстати давно подписан поэтому проходите по ссылочке в описании и смотрите очень интересный молодой канал всем добрый день дорогие друзья многие меня потеряли спрашивать настя где же влоги ребята мы заняты пока ремонтом пока ничего такого не снимала муж не хочет сниматься поэтому я ничего не снимала фотографии я сделала я вам их вставлю во флог но чуть попозже потом смонтирую потому что пока фотографий мало но вкратце расскажу что мы делаем на кухне мы уже застелили пол двп полностью сейчас муж делает косяки и будем остатки докрашивать и будем на одну стену стелить клеить то есть обои и потом будем собирать уже мебель сегодня вкратце покажу в конце вечера вам что у меня получилось когда мы уже доделаем и посмотрите что у нас получится сейчас хочу записать вопрос ответ на ваши вопросы по отвечать немножечко и рассказать что и как у нас происходит прошу прощения пришлось отвлечься просто ремонт сами знаете такая штука что спокойно посидеть не получится сейчас решила сесть по отвечать на ваши вопросы но прошу прощения чтоб нас не теряли может быть пару дней видео не будет чтоб нам все успеть доделать пока муж дома потом он выйдет на работу больничный у него закончится выйдет на работу она у нас все работал куклу поэтому прошу заранее прощение так приступаем к вопросам что за операция была у иди у ильи была операция на сердце у него его оперировали в два годика у нас внезапно это получилось так мы лежали больницы у нас в городе у нас врач был юрий алексеевич хороший врач кстати вообще спасибо вам большое он тогда мы когда лежали он и он это сказал что какие-то шумы в сердце есть я говорит назначил вам узи и кардиограмму назначил посмотрели все потом он пришел ко мне палаты говорит настя вам бы съездить в институт сердца просто на консультацию потому что есть горит небольшие какие-то появились отклонения хотя до этого у него все нормально было сердечком и я ему сказала тогда записывайте нас юрий алексеевич на сразу записал в больницу на консультацию просто на консультацию мы поехали мы с собой не вещи ничего не брали мы только чисто деньги на другую карточку у нас вы было все мы туда приехали нам попросили сходить в другое здание сделать их нет через их не на парату зимы сделали пришли к ним они грит лягте к нам на дальнейшее обследование прям сегодня же я спросил я бы у нас не вещей ничего с собой нет они сказали вам там халат кружку ложку дадут согласилась благо у меня деньги были с собой купила все что нам надо и легла в этот же день нас гоняли по кабинетам 5 или 6 кабинетов мы точно пришли и где-то часов пять в шесть вечера нас врач вызвал к себе но меня вызвал ребенок у меня тогда уже устал уж научу ему тогда было два годика он уснул у меня в палате спала я пошла к врачу врач сразу присаживайтесь я села он говорит вас надо срочно оперировать и в этот момент я потеряла сознание они меня привели в себя все нормально потом я в таком трансе был ягру смысле оперирует мы приехали просто на консультацию он крит у вас грит проблема такая что ребенок может уснуть и не проснуться я горит не понимаю как у вас вообще вы пришли все это время ягра у нас не было раньше никаких отклонений сердцем он говорит скорее всего значит это после простуду вас такое осложнение дало и нас в этот же день вот в тот же день когда мы приехали утром до нас вечером уже увезли в другое отделение где на следующий день на утро нам должны были делать операцию на 7 утра я в этот же день позвонила мужу тогда я еще с первым мужем жила объяснил ситуацию говорю нас утром хотят уже период смысливаешь только на консультацию приехали одну ну вот так вот и получается что ребенка оперирует он срывается он садится на автобусе час ночи и к семи утра приезжает туда он перед операцией успел ребенка обнять и в 7 утра у меня ребенка прооперировали ну вот так вот у нас получилось знаете для меня это был очень большой шок но в целом все хорошо оперировала нас суханов и макарихин им огромное огромное спасибо дай бог им здоровья по сей день свечки ставлю за их на здоровье спасибо им огромное дальше не будем долго отвлекаться уж извините просто его могут в армию забрать с таким сердцем я не знаю или навряд ли его смогут в армию забрать потому что операция была хоть она уже и давно была но все равно он все еще стоит в институте сердце на учете куда делать сексен камера старая у меня сейчас я вам покажу ее тоже наверно если найду где она тут у меня так вот у меня старая камера action вот такая но она не работает она не включается вот как бы я не нажимала она не включается чем причина я не знаю меня другая есть камера так удалось снять ей под водой нет не удалось не удалось чтобы она вообще не прослужила долго заказывала ее с алиэкспресса на буквально месяца два и все и сдохло поэтому этих денег она не стоит купи корзину для белья будет красиво стоять на кухне я знаю у нас городе тут корзина за такие беснословные деньги я хочу все слегка съездить к светофор но пока никак у меня не получается по деньгам когда знакомые вот на машине готова меня взять с собой у меня получается что денег чтобы самой съездить туда я бы там и посуду бы купила бы кастрюлю в частности имею ввиду и то что для дома надо я бы взяла но по деньгам у меня не получается как долго вы делаете пристрой уже четыре года мы делаем пристрой понемножку понемножку своими силами есть деньги мы закупаем стройматериал нет денег мы отлаживаем покупку делаем пока то что другой есть а так может четыре года делаем из какой комнаты вход в пристрой из коридора вход в пристрой а с улицы с веранды получается что за дверь сохла на улице это с егоркиной комнаты дверь поднимите лямку на рюкзаки оксана она она не должна так и висеть хорошо я что не замечала вам муж дарил дорогие подарки он не никогда ничего не дарил он когда-то в начале жизни у меня подарил это набор бокалов из шести штук и мы тогда с ним разругались а так он мне никогда ничего не дарил помогаете с уроками в первом классе обязательно обязательно помогаю что вкусненького дают на обеды в школе ну им дают иногда соки дает на последнее время уже редко стали давать фрукты очень-очень редко дают но дают бывает второе супы и каши смотря что у них в бюджете я так понимаю так вот последнее время мне не нравится то что и дети мне нравятся мне нынче все мои дети горят мама в том году кормили намного лучше чем нынче они со школы приходит говорит мама как столовой сходим у нас животы болят я им стала давать активированный уголь доставать мезин потому что это ненормально что-то не со школы приходят у них животы болят у них такого раньше никогда не было и вот нынче не знаю я уже думала сходить в больницу потому что боюсь что не дай бог что нибудь выйдет из этого в плохую сторону где будет стоять раковина на кухне там же где кухонный гарнитур я планирую но не знаю что у нас получится я еще не покупала не раковину не мойку потому что денег нет куплю в конце месяца как получил зарплату листу можно жесть залу и удобрять можно землю мы залу из печек выгребаем а листву мы делаем на компостную яму одна яма у нас уже три года нынче будет и на следующий год получается мы ее на огород будем вываливать а вторую яму мы нынче только стены у нас там две ямы рядышком и мы вот там заполняем так чем выгоднее и удобнее на ваш взгляд топить углем или дровами мы углем ни разу не топили поэтому мы не знаем мы дровами топим ну как бы мы горбыль привозим машину нынче с дровами мы не смогли купить опять но посмотрим у нас дровиник полный надо бы еще один дровиник делать ноут когда будете заносить полосы скоро занесу картошку докопали да почти у вас дети от одного мужа нет у меня дети старший сын у меня первого брака но там как брак мы жили не расписавшись а вот остальные уже от второго мужа машина подушку из верблюда нет аллергии нет я уже не первый раз есть такие заказы я и стараюсь раз год менять подушку у вас раньше было много разные птицы почему оставили только курей да у нас были гуси индюки и цесарки цесарки очень много погибло не вообще помирали как не знает чего гуси у нас маленькая стадия тоже гусята несколько погибли остались большие индюки мы продали гусей мы тоже продали цесарок несколько продали почему мы не оставили себе мы не можем их зарезать нет они очень красивые поэтому мы их не оставляем себе потому что мы их не могли зарезать у нас рука не поднималась что-то гуси очень красивые они у нас добрый мы к ним подходили они нас на могли голову на плечо положить и вот так же индюки они очень нас красивые были так для чего у вас лежат камни под окна где вешаете белье но это мы оставляли надеялись дальше достраивать делать дальше стройку но у нас видите все это как всегда в копейку улаживается и у нас ничего не получается какие предметы нравятся маши маша нравится рисование труды пока и нравится так она как-то найти спокойно относится ко всем предметам все делают предметы нашла ли оксана друзей в школе до нашла с многими общается с девочками с мальчиками научилась ли она читать немного чуть 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 умеют покажи учебник 1 класса особенно интересен букварь обязательно засниму покажу вам отдельно видео хорошо получил я стипендию в институте нет еще мы еще только оформляем документы для стипендии потому что как нам сказали стипендию надо если полагает стоит делать так это не всем она полагается справку взял будет делать делали ли вы с бабушкой заготовки и что делали в основном капусту мы квасили помидоры солили огурцы а так больше а тушенку на свою время потому что мы в деревне когда жили мы держали коров свиней курей и когда она резала коров бычков поросят мы варили тушенку с ней делали колбасы из кишков тоже такая вкуснятина была блин как я хочу вернуться в те годы вы должны представляете приведите будку тайсона в порядок она у него по идее порядке просто где мимо посильнее и утеплима так она у него хорошая будка сколько тебе ехать до города полчаса у нас езда в город от нашего остановки до города сколько проезд стоит у тебя есть проездной проезд стоит 25 рублей туда и в одну сторону 25 рублей получается проездного у меня нету я не покупала проездной вот все хочу купить но вот в конце месяца надо бы покупать у меня в это время всегда денег нету получается поэтому я не покупаю на следующем месте проездной проездной стоит 1500 копейками что не помню точно сколько удаляете ли вы комментарии почему они пропадают да ребята по этому поводу многие пишут что насти пропадает комментарии дорогие мои друзья я ни один комментарий не удаляла последнее время уже очень давно не удаляла комментарии и я никого в бан не кидала я убрала всех из бана выпустила всех вообще у меня нету никого заблокированных пользователей на сегодняшний день если будут какие-то изменения худшие стороны тогда буду опять банки дать а так пока все нормально никого нигде ничего не удаляла ничего не это я так поняла что видимо youtube удаляет или не пропускает некоторые комментарии но у меня нету не на рассмотрение ваня тихо не на рассмотрение нету комментариев ничего такого нету откуда и от кого пришли кактусы это в нашем городе женщина в группе вылаживала что 1 бесплатно кактусы мне подруга скинула я сразу ей написала я мысли договорились что она меня она сначала деревне уезжала потом приехала уже поздно я говорила что я на них я не хожу не смогу вечером приехать и попросила утром ее отправить на такси она мне их отдала бесплатно а за такси заплатила 150 рублей за доставку ой вы чё доча довольна вообще она смотрит за ними у вас есть родные брат или сестра у меня есть брат родной он старше меня на 4 года почему бабушка не осталось с вами жить ну потому что здесь условия как бы у нас городе с медициной не очень все хорошо поэтому я ее уже неоднократно увозила в абакан на поезде один раз и его возила на вообще плохом состоянии было на мне чуть в поезде не умерла мы тогда останавливали поезд подъезжала скорая делали и укол меня им говорила что мы поедем дальше до абакана там сына и встречать нам оставалось ехать буквально ночь меня все уколы были собой я сама ее колола все сама делала нам врачи еще некоторые лекарства давали и сочи хотя успокойтесь пожалуйста и поэтому там медицина намного лучше там можно к разным специалистам попасть у нас здесь специалистов нету у нас только терапевт и вот так вот что-то ты можешь пройти а в основном для нормальной консультации к это закрыть жаста дверь для нормальной консультации к врачам надо ехать в другие города прошу извинения и поэтому это для нас был лучший вариант последний раз когда я выписали из больницы с реанимации она даже у нас не ходила она у нас сидела она тогда вызывали врача она даже сына не узнавала родного уже все врачи как бы шансов не давали ей что она будет жить но дай бог после этого прошло уже четыре года я очень рада я очень рада что она туда уехала что она живая на сегодня мне звонила мы с ней по телефону разговаривали я рада а муж с другими мужиками не общается чтобы узнать как переделать трубы почему ты должна думать да нет почему он общается но вот никто не знает ни у кого нет таких инструментов чтобы переделать мужу многие спрашивали но тишина когда просит ребенок вы покупаете он почему тогда когда просите вы вам никто не помогает так не должно быть да я знаю дорогие друзья но просто я хочу это дети у них должно быть детство у меня детства не было поэтому я не хочу нагружать своих детей сильно я хочу чтобы просто у них было их не на детство настя прислушайся к зрителям не не покупай кукол и всякую ерунду купи водонагреватель я знаю ребят вот эта кукла метр высотой почти на метр наверное стою нас никогда у меня у детей такой не было она стоит новая тысяч пять мы купили ее за 500 рублей на эти как у меня дети рады и старшие младшие все рады они играют они переодевают они нашли старую детскую одежду которая маленькая вани марине они на нее и одевает переодевается вы не представляете какая-то радость когда ребенок вот так счастлив я не знаю почему так пишут ноты если у меня есть возможность что-то вот капита за 500 рублей я куплю я не пожалею денег я куплю ну вот такой вот я человек нас теста машары это какой это шустрый можно так сказать которые не успокаиваются не угомонный бегает 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 я таких называю стомашарами которые как это как раньше когда мы играли в детстве данном чистою игры у тебя чего там гвоздь в попе застрял что ли что ты вот так вот скачешь вот и тут также сколько вы должны за холодильник но я не буду говорить не хочу отвечать на этот вопрос вы куклу для вани купили почему он должен быть рад да я просто хотела посмотреть ванину реакцию ваня никогда не видит таких больших кукол как остальные мои дети не но они в садике видели у них тоже есть там большая кукла но вот чтоб ваня видел такого не было и знаете когда эту куклу принесла домой ваня испугался потому что она выше его и ваня испугался это вообще не выше она вот настолько вот по моему ниже даже его но вот он испугал он долго к ней не подходил на нее сдалека смотрел я гречу ваня ляля новая пришла на нее так пальцем показывает ляля я говорю ну ляля пришла новая он так долго смотрел но потом все-таки подошел к ней начала играть сейчас он ее спокойно таскает уже везде играет 100 марина как была рада когда она пришла садика увидала эту куклу вот вы не представляете это стоит ради этого вот ради этих эмоций только купить ее так пятна на кров на кухне закройте вышивкой они в потолке это видать когда-то может крыша текла и она участвует так вот я не знаю я уже другую краску купила замазываем почему детей не зовут на день рождения что они не подходят они приходят без подарка да нет почему они с подарками ходят я не знаю ребят почему научиться не знаю когда будете мыть зеркало зеркало моем каждый раз его моем но ответил часто но чистое надолго нет не знаю мне кажется ненадолго и вот на этом вот ваши вопросы закончились задавайте ваши вопросы еще про нашу сразу извинения за посторонний шум сами поймите у меня семья не маленькая семья большая но не получается так что было без шума вопроса было много вопросы были интересные разные если вам понравилось задавайте еще пишите ваши комментарии но и всем пока пока